Преобразование в сфере строительства социально важных объектов разрешения на вот в эксплуатацию получил детский сад в микрорайоне Гагаринский на 140 мест. Помимо этого, определён подрядчик строительства моста в районе улицы Фабричной. Об этих и других вопросах говорили на совещании с главами в администрации района. Поистине долгожданная новость. Встроенно-пристроенный детский сад в микрорайоне Гагаринский практически готов принять воспитанников. Построенный в рамках инвестконтракта компанией Векострой объект сможет распахнуть свои двери уже в ближайшее время. На прошлой неделе мы получили в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Гагаринский. И в скором времени, я думаю, что где-то в течение следующей недели мы планируем открыть этот детский сад 140 мест с двумя ясельными группами. Помимо этого, завершились конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительство автомобильного моста в районе улицы Фабричной. 25 числа будет заключен также муниципальный контракт. Мы приступим к строительству. Срок исполнения 22 месяца. Надеемся, что к концу следующего года мы получим наконец-то такой долгожданный наш мост. Весна – долгожданная пора. Природа пробуждается. Однако вместе с радующей глаз зеленью начинают пробиваться и вредные растения. Борьба с борщевиком сосновского – задача традиционная. В этом году министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области поселениям Щелковского района будет предоставлена субсидия. Все поселения уже на данный момент заключили соглашение. И в течение этого года, в ближайшее время мы получим субсидию. Соответственно, обработанная площадь состоит порядка 650 гектаров. И количество денежных средств, которые нам предоставляются, порядка 10 миллионов. А уже в ближайшее время начнется прием заявок на соискание премии губернатора «Наши Подмосковья». Вот уже несколько лет самые активные жители региона представляют проекты, которые приносят пользу обществу. И Щелковский район традиционно один из лидеров по количеству заявок. Подать заявки можно будет с 26 марта по 31 мая. С более подробной информацией можно будет ознакомиться на сайте www.nashepodmoskovich.rf. Дариса Снегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания «Щелково».